Всем привет! В августе AMD выпустила в продажу на массовый рынок линейку APU Ryzen 5000G. Они привлекают внимание архитектурой Zen 3 для процессорной части и хорошим встроенным видеоядром. Так давайте посмотрим, как себя покажет сборка на одном из этих APU в разноплановых играх от танков до киберпанка. Недавно у нас на канале вышло сравнение Ryzen 5 5600G с основными оппонентами. В нём мы рассмотрели особенности линейки Ryzen 5000G и на примере ряда бенчмарков комплексно оценили возможности процессорной и графической части. Ссылка есть в описании. Ну а в этот раз соберём сборку на его основе, точнее один из возможных вариантов, прогоним её в двух десятках живых геймплеев и поделимся впечатлениями, а также немного разгоним APU и посмотрим на результат. Знакомиться с компонентами сборки начнём с процессора Ryzen 5 5600G. Он получил 6 ядер в 12 потоков с частотной формулой от 3.9 до 4.4 ГГц. Множитель разблокирован, но TDP всего 65 Вт, особо не разгонишься. Кэша L3 всего 16 МБ, в два раза меньше, чем у Ryzen 5 5600X. И для внешней видеокарты есть лишь 8 линий PCIe 3.0, вместо 16 PCIe 4.0. Зато у APU есть видеоядро Radeon Graphics 7 на архитектуре Vega. Оно имеет в своём составе 448 потоковых процессоров с частотой 1900 МГц. И сразу же расскажем о его разгоне. Процессорную часть ускорили до 4.5 ГГц при напряжении 1.4 В. Графическую до 2.3 ГГц. Для этого параметры GPU Boost перевели в режим Extreme. Это не предел, можно вручную штурмовать частоты 2.4 или 2.5 ГГц, но придётся поиграться с напряжениями. Под новый среднеценовой APU отлично подходит плата на B550 чипсете. Если повезёт, то даже BIOS обновлять не придётся. Мы взяли модель попроще и подешевле. Asus Prime B550 Plus. У неё есть хорошая система охлаждения зоны VRM, как раз для разгона. Пара слотов M.2 для быстрых накопителей. И необходимые видеоинтерфейсы. И конечно для оверклокинга боксовый кулер не подходит, нужно что-то более мощное. Посмотрим как с такой задачей справится 2e Gaming AirCool. Это универсальный вариант для чипов AMD и Intel с TDP до 180 Вт. Состоит из алюминиевого радиатора, шестёрки 6-миллиметровых тепловых трубок и двух 120-миллиметровых вентиляторов на гидравлическом подшипнике и с адресной RGB-подсветкой. Видеоядро берёт память из оперативки, поэтому 16 ГБ для прожорливых проектов типа Rust и Call of Duty может не хватить. К тому же УЗУ сейчас не очень дорогая. Можно раскошелиться на комплект 2 по 16 ГБ DDR4-3600 GoodRam Iridium Pro для оптимальной работы iGPU. Это низкопрофильный набор с компактным радиатором и таймингами CL18. Во время разгона частоту памяти подняли до 4000 МГц с сохранением таймингов и повышением напряжения до 1,4 В для стабильной работы. Для хранения данных в бюджетную систему оптимально взять SSD на 240 ГБ. У нас же сборка не очень бюджетная, с экономией на видеокарте, поэтому есть ресурс на более ёмкий твердотельник. На практике решили проверить M.2 SSD GoodRam PX500 объёмом 512 ГБ. Он использует 4 линии PCIe 3.0 и получил низкопрофильный радиатор. Реальные скоростные показатели только из коробки выше заявленных 2500-1800 МБ в секунду вместо 2000 и 1600 соответственно. Калькулятор мощности показывает, что такая сборка потребляет около 100 Вт в номинале и 120 Вт в разгоне. Прикидываем, что в будущем будет ещё и видеокарта ватт на 200-230, поэтому блока питания на 550 Вт хватит с запасом. У нас под рукой оказалась модель Zylance Performance X. Это не самый дешёвый вариант, зато используют актуальный дизайн с DC-DC преобразователями, полным перечнем защит, вертушкой на FDB подшипники и сертификатом 80PLUS GOLD. Собрали всё в корпусе Deepcool Matrix 50 Mesh 4FS. Как раз недавно коллеги тестировали его для сайта. Главная изюминка его дизайна – это металлическая сетка на фронтальной панели и четыре 120-мм вентилятора с LED-подсветкой в комплекте. Высота процессорного кулера не должна превышать 160 мм. Видеокарту можно установить горизонтально либо вертикально. В первом случае её длина ограничена отметкой в 370 мм, во втором – в 340 мм. Геймплеи записаны внешней системой с AverMedia LiveGamer 4K, то есть без потери производительности. Полный конфиг есть в описании и в прикреплённом комменте. Сразу после сборки проверили систему на стабильность работы. Так вот, в номинальном режиме температура процессора поднималась максимум до 78 градусов. Троттлинга не было. В разгоне максимальная температура стремилась уже к 87 градусам. Система также работала стабильно и без пропуска тактов. Ну вот и всё, разогрелись, переходим к тестам. Большинство игр запускали в номинале и лишь 5 проектов протестировали в разгоне для наглядного сравнения. На графиках их результаты отмечены приставкой OC. Dota 2 в номинале при высоком пресете играется комфортно. Радует как плавность картинки, так и отзывчивость управления. При обилии эффектов кадровая частота может проседать ниже 60 фпс. Иногда заметны рывки кадра, но ничего критичного. Разгон улучшает показатели на 9-12%, чтобы повысить запас прочности для сложных сцен. При желании можно повысить качество графики до максимального уровня, но в таком случае готовьтесь к падению частоты кадров. Похожую ситуацию наблюдаем в World of Tanks. Уже в номинале получаем около 80 фпс в среднем при высоком пресете качеству. Танк бодро реагирует на все команды и никаких проблем в геймплее не заметили. Разгон APU улучшает скоростные показатели на 15-16%. Бонус рассматривайте в виде запаса прочности для больших карт или как возможность поднятия настроя качества изображения. Попинать мячик в Rocket League можно с пресетом качества в разрешении Full HD. Картинка приятная и к управлению претензий нет, но в видеоряде ощущаются постоянные микро рывки и статистика редких и очень редких событий не впечатляет. В целом же вполне играбельно. Genshin Impact удалось запустить в Full HD, но лишь при очень низких настройках графики. Поэтому, сами понимаете, игровой мир не блещет детализацией. Зато в среднем получаем 60 фпс, иногда проскакивают подергивания картинки. А вот к управлению претензий нет. Если хотите получить более 60 фпс в Sea of Thieves, то придется падать до разрешения 720p и низкого пресета качества. Лишь текстуры можно поднять до ультра уровня. То есть смесь проклятого пресета и мифических текстур выдает плавный видеоряд без фризов и input-лак в управлении. В Rust также не удалось поиграть в Full HD. А при низких настройках картина вообще выглядит печально, как ярые фанаты Форсажа на показе Дюны. По мониторингу игра резервирует около 2 гигабайт видеопамяти и 16 гигабайт ОЗУ. Так что с выбором оперативки мы явно не прогадали. Rainbow Six Siege запустили в Full HD с высоким пресетом и очень высоким качеством текстур. Но 50% масштаб рендера не меняли. Средняя скорость в таком случае превысила 70 фпс. Не было и намека на статтеры или желейность в управлении. Похоже, что в новом сезоне разработчики Fortnite улучшили оптимизацию. Full HD с низким пресетом и эпическими текстурами подфризов почти не было даже в начале первого матча. Хотя легенькие статтеры все еще встречаются. В целом же бегать и стрелять приятно. После разгона настройки не меняли. Средняя скорость улучшилась на 18%, а статистика очень редких событий более чем на 50%. Так что играть стало еще приятнее. Можно даже рискнуть и перейти к среднему пресету. Немножечко разочаруем поклонников PUBG. Разрешение пришлось снизить до 900p. При миксе очень низких и ультра настроек тяжеловато выцеливать противников на расстоянии. Изредка встречаются рывки видеоряда. В остальном же бегается неплохо и нет проблем со стрельбой на ближних и средних дистанциях. В Apex Legends также пришлось немного поиграться с настройками и разрешением, чтобы поймать оптимальный баланс качества и комфорта. Для этого опустились в 900p к низким настройкам с высокими текстурами. По ощущениям напоминает PUBG, бегается бодро и стреляется метко на ближних и средних дистанциях. Ребят, если очень сильно хотите поиграть в Call of Duty Warzone, то придется довольствоваться разрешением 720p и низкими настройками со средними текстурами. Сразу скажем, насладиться картинкой вообще не получится, зато видеоряд более-менее плавный и управление не глючит. За эти радости по мониторингу нужно отдать около 4 гигов видеопамяти и 15 гигабайт оперативочки. Ну а если поднять текстуры до высокого уровня, то потребление оперативки взлетает на минуточку выше 25 гигабайт. Игра в таком режиме нестабильна и обязательно вылетает через некоторое время. Киберпанковую The Ascent приятно проходить в разрешении 900p с низкими настройками. Запаса мощности APU хватает лишь на текстуры ультракачества. Конечно, если вы хотите получить плавный видеоряд со средней скоростью около 60 фпс и редкими подлагиваниями. Зато кататься по улицам Лос-Сантоса в GTA 5 можно в Full HD с миксом стандартных, высоких и очень высоких настроек. Придраться знать не к чему, ведь и картинка симпатичная, и видеоряд плавный, и управление отзывчивое. К сожалению, того же нельзя сказать о третьем Ведьмаке. Ярые фанаты каноничности часто возвращаются в любимый мир зализывать моральные травмы после столкновения с вольной трактовкой саги в исполнении Netflix. APU предлагает лишь низкие настройки с высокими текстурами в разрешении 720p. Поначалу есть частые подфризы, но со временем их становится меньше. В Doom Eternal нужно в первую очередь думать о комфорте стрельбы, а значит в жертву принесем качество изображения. В итоге разрешение 720p, средний пресет и высокие текстуры. Картинка немного мыльновато, но играть приятно, видеоряд плавный и отзывчивость управления на высоте. Что интересно, на встройке можно даже поиграть в Red Dead Redemption 2. Да, лишь в разрешении 720p с низкими настройками и ультра текстурами, но без слайд-шоу вместо видеоряда. В среднем получаем около 40 фпс. Подфризов не было, как и вопросов к управлению. Оттачивать навыки скоростного вождения в Forza Horizon 4 можно в 900p при низком пресете качества. Средняя скорость поднимается выше 70 кадров в секунду и очень радует отзывчивость управления. После разгона мы подняли разрешение до Full HD, но опустили пресет качества до очень низкого. Можно вернуться и к оригинальным настройкам, но в любом случае получаем комфортный геймплей. В Days Gone настройки не меняли. В номинале и в разгоне запускали игру в разрешении 720p с низким пресетом и средней фильтрацией текстур. Что сказать, поначалу игра ощутимо подфризывает. Если покататься по одной локации, то подтормозок становится ощутимо меньше. Да и Аверклокинг вносит свою лепту в улучшение качества геймплея, поднимая статистику максимум на 26%. Слушайте, невероятно, но факт, на Ryzen 5 5600G можно пройти Assassin's Creed Valhalla. И сразу предупреждаем, комфортно эта прогулка не будет точно, ведь разрешение пришлось снизить до 720p и выбрать низкий пресет качества с улучшенными текстурами. Вот почему картинка мыльноватая, да еще и бедная на детали, а видеоряд немного подлагивает. В среднем же получаем около 45 фпс с удобным управлением. В Hitman 3 низкий пресет приправили высокими текстурами, чтобы хоть как-то улучшить красоту игрового мира в разрешении 720p. Видеоряд плавный, средняя скорость превышает 60 фпс. Местами есть просадки, но до статоров дело не доходит. В Resident Evil Village выбрали пресет производительность и подняли качество текстур до высокого уровня. Да, получилось не очень красиво, зато вполне играбельно, без подфризов и желейности в управлении. По мониторингу занято 4 гигабайта видеопамяти и 12 гигов оперативной. Ну и напоследок запустили Cyberpunk 2077 в разрешении 720p с низким пресетом и высокими текстурами. И честно, мы бы с радостью их понизили за пару-тройку лишних фпс, но игра не позволяла. В итоге средняя скорость поднялась до 35 кадров в секунду, а остальная статистика опускается ниже 25. Каких-то ощутимых рывков видеоряда нет, но хотелось бы большей плавности. Подведем итоги. В отрыве от стоимости, Ryzen 5 5600G – отличный процессор для нашего кризисного времени, когда цены на видеокарты опять пошли вверх. Связка шести производительных ядер Zen 3 и всё ещё приличного видеоядра Vega позволяет запускать все актуальные игры. В простые сетевые проекты типа Dota 2, Танки и Радуги можно бегать в Full HD с высоким качеством графики. В более тяжёлых придётся падать в 720p к низким настройкам. Но опять-таки запускаются все игры, включая блокбастеры типа Assassin's Creed Valhalla и Cyberpunk 2077. Что касается разгона, то он улучшает показатели в основном на 12-15%. Это да, ощущается, но панацеей не станет. После разгона вы не сможете поднять разрешение, но можно попробовать немного улучшить качество картинки. С другой стороны, оверклокинг не требует особых усилий, либо топовых комплектующих. Среднеценовая плата на B550 чипсете и далеко не топовый башенный кулер вполне справляются с повышенной нагрузкой. Претензий к выбору оперативной памяти, блоку питания и корпусу также не возникло. Так что в целом Ryzen 5 5600G это хороший кандидат на то, чтобы переждать трудные времена и потом докупить мощную видеокарту. Но только цена на него не сильно радует. Или же все-таки нормальная? Что вы вообще думаете по этому поводу? Пишите в комментах. Отдельное спасибо за лайки, подписку и другую активность. Всего хорошего и до новых встреч!